Всем привет! Сегодня хочу показать вам бюджетный отдых в Санкт-Петербурге. Культурно немножко обогатимся и сходим в музей РЖД. Поехали! Вот такие вот очереди у нас. Очередь движется в принципе достаточно быстро. Велика сила русской халявы. Вся эта очередь стояла, потому что сегодня и еще два месяца вход бесплатный. И поехали! Посмотрим, что внутри. Тут должно быть очень интересно. В больших экранах рассказывается о выдающихся личностях РЖД. Вот такой детский уголок в этом музее. Здесь очень интересно. Здесь можно все потрогать, все посмотреть. Есть такой небольшой кружок лепки. Музей открылся буквально в октябре, поэтому народу здесь естественно очень и очень много на текущий момент. Очень большое помещение, очень много интересных поездов, паровозов. Можно везде походить, посмотреть, особенно здесь мир. Полазить в каких-то паровозах даже можно. Очень много интерактивных вещей. Интересная карта. На карте указаны ветки железных дорог, как они строились в разные года. Часть инсталляции расположена на улице, часть расположена под большим куполом. И, в принципе, здесь достаточно тепло, как зимой, так и летом. Но не во все инсталляции, к сожалению, можно будет заходить. Заходить можно только в такие инсталляции, в которых есть вот такая вот лестница. Необходимо отставить небольшую очередь, и вы можете посмотреть, что внутри самого поезда. Под одним из поездов можно пройти внутри и посмотреть, что же там расположено снизу. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас были вопросы, как выглядит поезд снизу, я вам только что это показала. Но очень, на самом деле, ничего интересного там, к сожалению, нет. Или к счастью. Поэтому под поезда, товарищи, лезть не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что меня реально удивило, здесь есть такие сидения, если вы устали. И здесь есть зарядки для мобильных телефонов и USB. Это очень удобно, особенно для блогеров. Так что приходите сюда и оцените качество сервиса. Если вам было в детстве интересно, что же там будет, если забраться на поезд, то здесь есть патровая площадка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часть осмотра музейных экспонатов расположена на улице, поэтому раздеваться, наверное, в гардеробе я вам не советую. Вот такие инсталляции на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что я вам могу сказать, друзья? Здесь очень хороший музей. Я его действительно советую, если у вас есть дети, обязательно. Если у вас есть друзья, приводите их сюда. Сейчас на текущий момент вход, еще раз повторяю, бесплатный. Еще два месяца он будет бесплатным. Работает музей в тестовом режиме. И хорошая новость для людей с ограниченными возможностями. То, что здесь, в принципе, все предусмотрено для вас. И здесь есть пантусы, здесь есть лифты. Можно подниматься на верхнюю смотровую площадку. Единственное, что о работоспособности лифтов, конечно, лучше уточнять заранее. И просто необходимо позвонить в диспетчерскую данного музея. И я думаю, что ваше посещение пройдет комфортно, беззаботно, и все будет хорошо. Ну вот и все. Спасибо большое, что провели со мной этот день. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok